Погодка, да? Погодка шепчет. Какое? 22 марта сегодня. 22 марта. Сколько снега. Продолжение следует. Сейчас покажу, что я здесь нашла под этим камнем. Теперь, ну, в общем, сейчас я расскажу. Я сейчас покажу. Это будет интересно, Димон, тебе. Какую нашла я монету царскую у себя во дворе. Под этим камнем. Сейчас я покажу. Я думаю, будет всем интересно, да? Так, смотрите, вот я нашла две копейки. Смотрите, как написано интересно. Две. Твердый знак. Это раньше так писалось. Она еще не почищена. Сейчас переверну. Посмотрите, какой герб. Это сколько лет она под этим камнем пролежала. Я немного обчистила. Просто-то, знаете, обшестяное такое покрывало. Надо... Или напишите мне, что здесь вот я написана. Хочу российское. Россий. Так. Сейчас, 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 сейчас. Так, вот написано. Короче, герб. Российская. Монетная, по-моему. В общем, надо как-то почистить. Напишите мне, как мне ее почистить. Ха! Это что вообще такое? Жалко, что ни года ничего не видно. Вот так вот. Очень интересная монета. Я думаю, коллекционеры заинтересуются. Только вот чем чистить, я не знаю. Наверное, какую-то кислоту надо опускать. Но я же так как могу опустить, что она может и расплавиться. Это вот находка. Это когда в субботу была хорошая погода. Ну как, относительно хорошая погода. Я во дворе заметала. Думаю, пойду листву погребу немножко. И тут снег пошел. Я чуть-чуть успела. Когда смотрю, как что-то, ну, блеснуло. Думала, мало ли. Может, колечко, может, сережки. Вот. Когда смотрю, вот такая вот монета. Это же какая история. Это... Я не знаю. Я не знаю. Здесь, когда бабушка приехала, вообще ничего не было. Было, где я уже рассказывала. Один погреб. Был этот погреб. Загон для коров. И тут даже не погреб, а загон для коров. И когда наступила война, вот, не в моем дворе, а на территории, вот, начиная от моста и ко мне, здесь располагались немцы. То ли их не штаб, то ли какая-то дивизия останавливалась. Потому что здесь два моста было. Стратегический объект. Железнодорожный мост. Паром. Ну, естественно, штаб ставили там, где стратегические места, да. Но все равно это царская монета. Не имеет отношения к советам, к Советскому Союзу и к этому периоду. Ну, в общем, интересно, да. И я хочу, вот, попрошу Женю, то ли на прокат возьмем вот эту вот, что монеты искать. Ломиком уберем камень. И что там еще можно найти. Дело в том, что это уже не первая монета, что мы находим. Надо спросить, где-то еще у мамы. Ну, это я находила в детстве и маме отдавала. А это вот есть... Ну, и то я находила революционные еще. При Непе, когда только вот революция была. А это вот именно царское интересно. Ах ты хороший. Ах ты хороший. Солнечная погода такая, солнечная, но прохладненько. Так, друзья, все меня спрашиваете. И в Инстаграме уже пишут. Мне очень приятно, огромное спасибо, что вам нравится мой цвет волос. Значит, кто проживает в Украине, покупаю в Еве. Пока акция стоила 150. Чем-то сейчас то ли 35, то ли 36. Вот чем я, ну, видно вам, вот так вот. Вот так надо, отойду, вот. Это чем я пользуюсь. Значит, последний раз как я сделала? Я приняла душ, помыла голову, нанесла бальзам, надела на голову кулечек. Там вы видели, я дурачилась. И проходила где-то полчаса. И вот уже третья мойка. Третья мойка. Как говорит Женя, ты не будешь розовая? Пожалуйста, только не ходи, говорит, с розовыми волосами, как мальвина. Потому что сейчас же или модно, или много женщин он видит с розовыми волосами. Я говорю, ну, немножко розовинка есть. Спасибо огромное, кто посмотрел мое видео расслабление. Или посмотрел, или еще не посмотрел. Пожалуйста, смотрите, заходите на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дружить. Поверьте, я большим удовольствием, когда что у меня есть, обязательно делюсь со своими зрителями. Так, что-то хотела еще показать. Ну, ладно, не буду, не буду торопить события. Верочка, Верочка, Верочка Исаева, по-моему, очень любит это платье. Я сейчас покажу. Такое у нас свободное, домашнее. Никуда, к сожалению, я его не ношу. Только ношу дома. Но дома тоже хочется быть красивой. Вот я в этом платьице. Это я для Верочки специально. Верочка. Помню, вы мне писали, что вам очень нравится это платье. Вот, я ношу, ношу. А, еще, еще сейчас. Какой приятный бонус, какой приятный сюрприз. Мне сегодня пришло сообщение, прям сюрприз-сюрприз. Моя девочка, я уже могу сказать, не подписчица, а уже подружка, я уже с ней начинаю общаться так хорошо. Мы с ней очень хорошо общаемся через Инстаграм. Выслала мне посылку, два платья, одно Людмилке, а одно мне. И мне необходимо сейчас их поехать забрать. Представляете? Я, ну так, она говорит, она мне написала, Нателла, я, то ли она обнаружила, то ли она шла, то ли у нее лежала. Говорит, ну я так подумала, что вам с Людочкой будет хорошо в этих платьях. У нее двое деток. И я захотела, чтобы они были у вас. Представляете? Представляете? Как приятно. Ну как приятно. Спасибо вам, Мариночка, огромное. Обязательно, когда я получу посылку, ну я, естественно, же надену, естественно, же покажу. Так что, друзья. Как классно, когда вот так вот мы действительно коммуницируем, когда мы общаемся. Ну, зачем же душой кривить, кто не любит посылки, да? Кто не любит? Прикуси язык, Нателла. Ребята, ночью я пришла пообщаться со своей дочкой Людмилкой. Я не видела ее два дня. Почему? Потому что что? Да уже всем известно, что не видела, просто делится впечатлениями. Хочу только сказать одно. Да ты, конечно, красивая девочка. Очень такая подвиняя. Или симпатичная. Красивая, симпатичная. Нельзя же быть не то, что красивая такой. Не, ну ты же можешь перевернуть сознание людей. Ребята, я смотрела видео. Да, вы знаете, я тоже сама себе понравилась. Не кричи. Да, я грубо очень хорошо. Не кричи, потому что два часа ночи. Я сама себе понравилась. Я у мамы на канале такая, скрываюсь. Все, я пока. Привет. А тут я была просто такая, какая есть. Ну, не все-таки. А почему ты у мамы на канале такая? Потому что мама меня заставляет. А тут у меня не было другого. Когда я тебя заставляла? Потому что ты вот так вот с утра, когда я не накрашена, так снимаешь меня. Либо когда я на работу, ты меня снимаешь. Ну да, я же не могу на подиум прибегать и тебя снимать. Мы не договариваемся с тобой. Ты просто берешь меня снимать. Либо-тези. Я просто уже привыкла к камере. Ты мне что сегодня сказал? Повтори вот моим зрителям. Что ты мне только что сказала часа два назад? Что это? Благодаря кому? Благодаря тебе. Ты стала? Я смотрела просто. Бабушка пошла на плазму. Посмотрела. Говорю. Мама, благодаря тебе я себя чувствую на камере. Очень сдержанно и очень... Как это слово? Раскрепощенно наоборот. Да, да. А, не сдержанно. Раскрепощенно. А, уверенно слово. Правильно. Ты такой никогда не была. Но, заметьте, если вы будете внимательны, я там постоянно потираю ручки, будто бы от чего-то ожидаю. Знаете, вот я просто вот так постоянно делаю. Ну, я не знаю, что это может значить, но мне некуда деть руки. Может, я волнуюсь там, знаете, я не знаю, какая там со стороны. Я такая стою, ручки потираю постоянно. Дело в том, что... Ты крышно. Нет, я можно, а ты как всегда не даю слово вставить. Я тебе просто что хотела сказать, что вот это там, где ты была у Самвела, это была вообще не ты. Вот месяц еще назад. Благодаря тому, что ты стала участвовать в видео, я стала вести свой маломальский немножко канал. Ты начинаешь втягиваться, ты действительно раскрепощаешься. Я тебе говорила, что для твоей профессии, профессии менеджера, тем более ты менеджер в крупном, самом модном ресторане нашего города, главных ролях. Да, тебя там ценят, уважают, ты очень коммуникабельна. Но иногда у тебя что? Ты хочешь все бросить, ты нервничаешь, ты психуешь. А сейчас ты уже учишься на все ситуации смотреть с позитивом. И будешь как придурок, мама твоя? Бегать, играть, танцевать. Кстати, всем очень нравится все мои видео, там некоторые пересмотрели, там где я, вот как надо себя вести как женщина. И танки я напишу, почему в 2 часа ночи с тобой накрашена. И поет. А я, нет, я еще не умывалась просто. Нет, уже. Мы не моемся. Я, кстати, не накрашена, у меня только стрелки на глаза. А сейчас же, я даже не ложилась еще. А как же ложиться, комментарий за комментарием? Тяжелый вечер. Читаем, читаем, читаем комментарии. Ладно, выключаемся. Да, мы в восторге от комментарии. Я не могла, чтобы не показать свою Людмилу, теперь уже, звездочку на своем канале. Дима, Наташа, Света. Спасибо вам за то, что поддержали. Верочка, да. И канал какой-то в новой бумажке. Как там бумажка? Я еще не запомнилась. Как бумажки. Такая девочка тоже приятная, тоже из Днепра. Огромное спасибо вам за хорошие комментарии. Огромного спасибо за участие, что посмотрели. Света Зая, 500 комментариев прочитала. Света Зая. На тебя, Люба. Круто, круто, вообще. И Люба в восторге, ей очень понравилось. Разные, разные мнения, разные люди. Ну, люди разные. Да. У меня маленький какой канал, и то меня добивают. Да, я вам скажу. То, как вы видите Самвела на экране, честно сказать. Мои зрители не смотрят, даже не говорим. Если даже кто-то сейчас попадет к маме и узнает. Это два разных человека, честно. Просто, ну, у него вот... Все он правильно делает. Давай ближнего не будем болтать, потому что мои зрители, сколько я не снимала о нем видео раньше, и одобрительных, и не очень, ни что говорили. Мы его не смотрим. Все. Ну, зрители такие же, но только смотрят меня. Ну, посмотрите. Мне конкуренты не нужны. 500 тысяч человек смотрят. Почему бы не посмотреть его? Сравни, да, 600 уже, по-моему. Не-не-не, даже 500 вот-вот набирай. И я никак не могу и по тысячу набрать. Ну, кто... Дело не... Как он скажет, я всех заблокирую. Ха-ха-ха, всех заблокирую. Так что, спасибо вам большое. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует...